Печально. Печально, конечно. Несмотря на ресурсы, вы знаете, что страны постсоветского пространства, фактически Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, они так и не смогли нормально наладить свою экономику. Они либо ресурсы продают, то есть они фактически ничего не производят. Но если взять их прибыль, откуда она идет, то она идет в основном либо от ресурсов, либо от сельского хозяйства. То есть это не сказать, что плохо, понятно. Каждый делает то, что хочет. Но понятно, что привлекательность их для бизнеса, она фактически падает все больше и больше. Поэтому рецессия, поэтому кризис продолжается, в то время как все остальные страны начинают, наоборот, выходить из кризиса и расти. То эти сырьевые экономики, как говорится, они в кризисе, в постоянном, перманентном находятся кризисе. Почему? Потому что у них не было духа предпринимательства. Они не, ну пока что, по крайней мере, наши страны не идут по пути Японии, Южной Кореи, Сингапура, Польши, Канады, Австралии, Новой Зеландии. И попадают вот в такой вот просаг. Соответственно, уровень жизни, безусловно, ниже, чем в всех вышеупомянутых странах. Потому что надо заниматься экономикой. Вот Венеция занималась экономикой. Венеция знала, что надо делать в Венеции. То есть, вот каждый человек, он думал над тем, как лучше сделать в своем государстве. И он имел на это возможности. То есть, его не прессовали какими-то налогами, не угнетали постоянным дебильным законодательством. Короче, факт в чем? Тем меньше государство вмешивается в бизнес, тем лучше он процветает. Но для того, чтобы он процветал, изначально нужен толчок именно этого самого государства. То есть, создать все условия. Вот. Вот это уже зависит целиком от государства. И те страны, которые это делают, они процветают. Те, которые нет, они, безусловно, в упадке. И они рано или поздно разваливаются. Ну, по крайней мере, испытывают постоянные проблемы. Ой-ой-ой-ой, что это у нас тут? Прямо целый звездопад. Такие колоссальные смерти происходят всех подряд. Так, это плеха. Что ж такое? Только поставил торговца, и он сдох. Священники. Ну, ладно, священников мы еще наклепаем. Но с торговцами как-то... Обидно выходит, что ли? Купец. Ничего, сейчас закажем и назад его поставим. Так, здесь у нас у Марина де Кастельфани по-прежнему есть еще кое-какие ресурсы. Мы переобучаем. И здесь он способен сопротивляться харизму. Я так чувствую, вообще харизма начинает трещать по швам. Не хватает у них уже на обе стороны ресурсов. Ему не доставляют больше личной утра, на более радости победы. Он видел слишком много смертей. Теряет друзей. Грустный, короче, наш Марина. Он потерял слишком много друзей. Ну, дружище, ну, блин, тут потери, я не знаю, исчисляются фактически. Смотри, какими цифрами. Наши армии постоянно воюют, постоянно несут потери, постоянно, если посмотришь на родословную, то там вымирают целые рода, безусловно, при моем таком умелом, в кавычках, руководстве. Так, Паула Барба. Важный человек по той простой причине, что он у нас, как вы помните, состоит в военном совете. Это значит, что он может тренировать хорошие юниты. Ну, то есть, серьезные юниты. Однако, это не так быстро происходит, как бы нам хотелось бы. В этом тоска печаль, несомненно. Ну, хоть что-то. И дож Гиян. У нас патриотическое рвение высоко. У нас все хорошо. Право вербовки. Паула Барба получает регулярные армии. И, короче, вот тут дожа все окей. Вы помните, молодой вообще получился дож. Перспективы хорошие. Ну, не знаю. Не знаю, посмотрим. К сожалению, мне приходится снова же воевать. Эх, теми, кому не положено воевать, они нарушают законы дожевские, начинают ссориться, и розбрат в государстве происходит. Так, кого опять венецианских лучников заказать? Ох, медленно армии хорошие растут вообще. Колоссально медленно, и жалко, кавалерии не появляется. Обратите внимание, мы получили свое распоряжение еще там тяжелых рыцарей. Возможность найма. Так, значит, значит, значит. Давайте вернемся к нашей Венеции. То есть, очевидно, в Венеции производство было, насколько это было возможно. Но, само собой, они пользовались статусом колониального государства, который позволял ввести товары в Европу, очень ценные из других государств. Кстати, вот в первой половине 14-го столетия, вы помните, насколько было сложным 13-е столетие, сколько было ссор, сколько было войн в Венеции, неприятностей. А в первой половине они все-таки помирились. Помирились и с Византией, и с Персией. Короче, почти со всеми помирились, и торговля опять начала идти своим чередом. Опять довольно-таки хорошо процветать. И венецианцы, как обычно, в такие сладкие времена, они обратились обратно к строительству. Начали роскошествовать. Реально, они вообще всегда роскошествовали в своем городе. Поэтому Венеция и до сих пор является жемчужиной туристической, мировой. Ага, вот так. Вот так теперь совсем по-другому. Ну что ж. Опять золото, опять у них стандартный расклад. И, честно говоря, я бы этот расклад на поле боя не хотел встречать. Ну давайте попробуем вот таким значительным перевесом. Ха, они решили сбежать. Нет, ребятки. Я должен в этот раз с Эдессой разобраться. А для этого мне надо вас уничтожить. Так. Ай-яй-яй, а как же так получилось-то? Ха, они с этой стороны отец... О, отошел. Хорошо, я понял. Ну? Да. Мы должны победить по-любому. Но если я здесь не побеждаю, то это вообще бред. Ох. Я боюсь этих автоматов. Очень боюсь этих автоматов. Они здесь выдают совсем не то, что показывается автоматом. Очень глупо выдают, кстати. Несправедливо, между прочим. Что не позволяет играть по-человечески. Приходится вот таким вот арахитическим образом накапливать сумасшедшее количество войск и фактически трупами заваливать эти элитные отряды врага. Так, командира Гияна автоматом. Я просто думаю на поле боя побиться. А есть? Нужно ли привлекать этого командира Гияна? Вообще на поле боя. Тут этих не так уж и много. Но опять же все решает кавалерия. Гулямы разные, там супер-пупер. Дофига их. Вот дофига. Ну реально, меня это очень сильно раздражает. И против них ничего же не сделаешь. Эти твари как... Ладно, давайте. И один у нас будет в запасе. То есть вы помните, я одного назначил вместе с нами, а одного в запасе. Тот, кто защищает все, не защищает ничего. Фридрих II, император священной Римской империи. Такс, значит, значит, значит. Значит, главное учесть, что у нас еще подкрепление. Тут у нас по сути все стандартно. Очень плохо выходит то, что... Кавалерия у врага просто море. Одна кавалерия, фактически. И очень трудно с ними работать. Очень трудно. Ну что ж. Я надеюсь, что все же мы хотя бы количеством сможем перемолоть. Так. Значит, кавалерия нужно будет сломить чардж при необходимости. То есть чардж на чардж. Что еще? Я сбоку ее поставлю. Лучники, 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 лучники. Жалко, кольев мало. Можно было бы ловушку какую-то сделать. Но у нас тут один чувачок с этими колями. И он никакой роли не сыграет. Только будет мешать моей кавалерии передвигаться. По полю боя, ибо его кавалерия не поведется. А давайте я назад поставлю, дождусь подкреплений. Тогда уже мы будем воевать. Хватит идти навстречу врагу. Он реально заколебал. Плюс еще и маневры вот эти вот бесконечные. Он вполне способен на это. Опять же, они могут заходить и в тыл. То есть здесь кавалерия действует разумно весьма. Так, лучников назад я прячу. Ну и все. И ждем, когда они нападут. Может быть, правда, вот этих вот в круг поставить. Хотя тогда будет меньше уровень защиты. Они будут просачиваться через наши ряды. Ну а чарджа зато лучше защита. Так, ладно, поехали. Ой-ой-ой, требуше. Да, еще и требуше. Их было бы неплохо нейтрализовать. Ну ладно, об этом подумаем уже чуть позже. Так, с этой стороны наши подкрепления. Хорошо, окей. У него тоже еще какие-то подкрепления. А что там пришло? А, да, там три отряда. Я вспомнил. Ну окей, хорошо. Давайте-давайте. Работаем, работаем. Ребята. Они приближаются. Требуше пошли в ход. Активненько так, требуше. Смотрите, что они делают. Но зато мои войска далеко, и поэтому они в данный момент достать не могут. Это хорошо. Это хорошо. Ну, кто-то там стреляет вообще. Я не вижу трупов. Гулямов и конного ополчения. Нет, пошло дело потихонечку. О! Красотища. Но, правда, их столько дофига, что это не так уж легко и дается. Отступаем. Да, потихоньку давайте перегруппируйтесь. Отступайте. Не отвлекайтесь. Пехоты-то мы разберемся. Но кавалерию надо поразить самое сердце. Большее количество надо изрешетить. Изгноить. Как хорошо, когда подкрепление... О! А что командир? Блин, ну командир реально тупит. Ты что делаешь? Что ты там вперед вырвался? Или командир? Стоп. Кто у нас командир там? Тоже стреляющие. Он как-то в другую сторону пошел. Ну и хорошо. Окей. Значит, хорошо. Хорошо. Пока что движемся мы хорошо. Гулямов уменьшили количество. Кроме гулямов, беда в том, что там вот эти вот полководческие телохранители. Еще и армянская кавалерия. А с этими ребятами вообще сложно. Они такие, самые сильные. Вот эти вот, да. Тяжелое вооружение, катафрактарии. О, хорошо. Вы их на две стороны разделили. С этим отрядом мы разобрались. Но, ну, 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 друзья. Давайте вы лучше занимайтесь тем, что там. Этот отряд уже такой угрозы не представляет, как остальные. Полные. Хорошо. Тяжелая кавалерия. Хорезма. Гуд. Так. Тут тоже хорошо. О, о, о. Куда, куда, куда? Ну ты че? Ну зачем ты соприкасаешься с ними? Ну ладно, чарт сбили, и то хорошо. Ну, правда, сами потерпели очень сильно. Сейчас с этой стороны еще ударят гулямы, да? Или это конное ополчение было? Ну ничего, мы все равно... Да, все, они побежали. Отлично. Есть. Хорошо. Те замешкались. Это нам как раз на руку. Они посередине остановились, пока подкрепления успевают подойти. Здесь мы успеваем успешно их расстреливать. Те, они вообще замешались из-за вот этих вот двух целей, которые им необходимо осилить. И все. И в результате победа на нашей стороне. Правда, еще нужно, конечно же, поработать. Ибо ребята серьезные. Так просто сдаваться не будут. О, вот то, о чем я говорил. Очень тяжелая вот эта вот кавалерия. Ай-яй-яй-яй. Ударят в тыл, в тыл нашему союзничку. Так, сюда, 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 сюда. Давай, 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 давай. Быстренько. Давай, иначе наши ребята без помощи не справятся. Ого, они здесь решили, смотрите как. Этим конным ополчением нейтрализовать. Уууу, да вы че издеваетесь, идиоты? Как вам такое повезло сделать? Совсем какие-то дурнуватые. Ой, да, требуше. Не забывать про это дело. Если ничего не изменится, мы победим. Не забывайте про требуше. Так, значит, 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 это наши ряды. Мы стоим спокойно, пока не двигаемся. Пускай работает союзник, нам нечего там делить с ними. Пускай они нападают. Так, ладно, 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 я пошутил, ну куда же вы? Ай-яй-яй. Вот это вот неудачно получилось, конечно же. Прозевал момент, однако. Там еще, помните, такие тяжелые, очень спешные, по-моему, гулямы, или как они называются. У них оружие пробивает доспехи, вообще они, ребята, такие серьезные. Ой-ё-ёй. О, красавцы свои же. Есть. Хорошо, но надо не забывать. Так, ведем кавалерию на... Сейчас, с несколькими маневрами мы ведем кавалерию на требуше. Обязательно. Иначе сейчас наши ребята пострадают. Так, давайте, давайте, давайте туда, возвращайтесь. Оу, только не через их пехоту! Разворачиваемся, разворачиваемся. Ай, один отряд застрял все-таки. Ну ладно, пофиг. Так, пускай там с ним разбираются же, он для отвлечения маневра. А эти должны ударить по требуше, иначе тебе все ближе и ближе. Так не пойдет, ребята, не-не-не-не. Так, хорошо, эта кавалерия тоже вышла. И ее посылаем в бой. Отлично, есть. Все, один требуше нейтрализован, и сейчас будет второй. Ох, нашего союзничка, смотрите, как затронулись серьезно, там уже почти. Да, третью часть у него почти. Сняли. Зато требуше нейтрализованы. Ну все, я думаю, что на этом почти все. Кавалерию в основном мы перемололи вражескую, но с пехотой сейчас разберемся. Если ничего не изменится, мы победим. С пехотой мы уж всегда сможем разобраться. А это не такая и проблема. Так, ясно. Значит, значит, значит. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там как достается этому союзничку. Вот за них я всегда и больше всего переживаю. Поэтому не поставил последний тот стэк на автомат. На ней успеют потерять всегда больше, чем приобрести. Так, что за беготня происходит? Почему вот эти вот вражеские отряды реально успешно действуют против моего союзника? В то время как их осталось, наверное, не столь много. Надо исправить эту ситуацию и, наверное, нужно идти в атаку. Правда, все, кто может меня атаковать, единственная командира. Но командира я пока не могу лишиться. Знаете, по какой причине? Мой союзник уже лишился. Если я лишусь, это подорвет наши силы. Очень сильно. А ну-ка, давайте с этой стороны. Копейщиком в тыл зайдите. Ну, давайте же нормально прочарджите. Не застопоритесь нигде. Ай-яй-яй. Сбили черт. Не, не сбили. Нормально, отлично. Есть, все. Убрали их. Правда, и наши побежали. Вот сволочь, а. Союзник, ну вы смотрите, что с ним происходит. Они бегут просто с поля боя. Реально враг смог разгромить стэк союзника. Но это из-за того, что командир повержен. Шансов не оставалось. Наконец-то. Все, вражеского полководца уничтожили. И осталось разобраться с остатками. Хорошая битва. Безусловно, тут в любом случае победа была бы на моей стороне. Ну, скажем так, враг довольно-таки тоже интересно действовал. Если бы вы видели, как сразу же буквально сходу бросился вот этот союзник мой вперед. И сразу, мгновенно потерял своего командира. Ну и в результате вот эти вот побеги бесконечные и избиения младенцев. Ничего, сейчас мы ему поможем. Ну и все. И по сути тут все завершено. Единственное, добить как можно больше этого сарацинского ополчения, дабы они больше не возникали. И путь на Одессу открыт. И скоро мы займем и этот городок. И все, кольцо замкнется. Да, друзья, мои планы будут совершены. И все. И на этот цикл наша работа будет завершена. Так, значит, пока гоняются наши за остатками врага по полю боя. Там, по-моему, один отряд еще осталось нейтрализовать. Пускай он набегается сейчас. Мне будет легче его убивать. Я что хотел сказать. Про производство мы поговорили. Про корабли тоже поговорили. Война, да. То есть у нас война, опять же, на повестке дня. Война с Вероной. Чем там было? С Падуей. С вот этим вот союзом. Скаллигьери, по-моему. Я, дело в том, что тут, вы заметили, не называю вам последние имена Дожей. Честно, у меня на имена память плохая. Это во-первых. Во-вторых, ну, е-мое. Вам надо знать снова же несколько всего лишь. Дандола, Тьепола, Гарденига. Ну, еще вот несколько таких основных семейств, которые этим всем занимались. И, по сути, вы будете знать, с каких семейств были все остальные Дожи. Еще один полковод... А, да, там же два отряда у него было. Понятно. Я уже расслабился. Полностью подумал, что враг лишился полководцев. Обрадовался. Думаю, ну, все, все завершено. А тут ничего подобного. Работа и работа еще. Так, ну, этот отряд пускай бегает. Хотя, давайте. Давайте кончать. Заколебал он уже. Меньше будет бегать. Так вот. И эта война, по сути, она была начата отнюдь не Венецией. Потому что на Венецию, на ее интересы очень сильно покушались. Вот эти вот ребята, эти семейства, Делоскало и остальные. Однако Венеция повела в этой войне себя. И вот впервые она фактически очень успешно приобрела для себя новые материковые земли. И повела себя очень умно. Покажем обязательно. Как же так получилось, что Венеция победила? Ну, во-первых, они привлекли на службу 40 тысяч добровольцев от 20 до 60 лет. Что значили эти 40 тысяч? Это значит, что они все стояли в рядах? Нет. В Венеции было задумано как? Так, что один идет на поле боя, два других его обеспечивают. Классная система, не правда ли? Но в то же самое время очень многие вызвались за свой счет идти на поле боя. Тоже важный такой патриотический фактор. Еще они взяли союзников. То есть, фактически, вот эти вот семейства, которые решили взять власть над некоторыми итальянскими городами, они нажили за это время себе много врагов, а Венеция, наоборот, приобрела таких ситуативных союзников. И поэтому тысячи и тысячи союзников они помогли одержать верх. Плюс еще был наместник Падуи, который был на вражеской стороне, однако его послали послом в Венецию. И во время беседы с Дожем, так как этот вот наместник, он по сути был против того, кто его послал, его удалось привлечь на свою сторону. И ворота Падуи были открыты, и Венеция ее взяла с легкостью. Вот такие вот дела. В результате Венеция получила дополнительные территории, на которых, как я уже говорил, установило довольно-таки разумное демократическое управление. Ну, то есть, был контролер в виде ректора, который наблюдал за подестой этих всех городов, которые Венеция к себе привлекла. Ну, а так, в общем-то, города были довольно-таки независимы. Самое главное для Венеции было то, что освободились материковые пути. Ой, ну да, расклады такие, конечно. Ну, и войска были у врага серьезные. Вы помните, что там была в основном тяжелая, серьезная, опытная кавалерия. Поэтому такой расклад даже, я бы сказал, приемлем. Пусть Бог, кому захочет, даст победу. Вот он и дал. Кому захотел, казним, безусловно, всех этих харизмитов. И приступаем к плану Эдесса. Единственный вопрос, чтобы никто из наших эдесситов не сбежал больше. Ага, тут еще такая помеха. Вот так совместим. Этих так, этих так. И теперь... Теперь кого-то придется в Алеппо назад завести, дабы он не сбежал. Основную армию в Алеппо даже. Ой, а здесь есть помехи определенные. Блин. Вот еще проблема у меня. Вы знаете, что могут сбежать. И это значит, что надо в городах их держать, раз уж лагерь я не могу сделать. А лагерь здесь не поставить. Поэтому вот такие вот кренделя. Выкрутасы. Ну да ладно. Сейчас пока эту делаю вещь. Мы снова же вернемся к нашим кренделям. И в результате, то есть Венеция разблокировала вот эти вот пошлины бесконечные, которые пытались брать эти семейства. Разблокировала также возможности судоходства по реке По. Еще за первую половину 14 века Венеция успела... Не знаю, смеяться или плакать, конечно. Ну, как бы это парадоксально не звучало, успела убить Данте Алигьери. У вас возникает вопрос, каким образом. Ну, Данте в то время был послом. Он приехал в Венецию обсуждать некоторые вещи, которые касались торговли. Дожи его, ну, скажем так, правители Венеции, Дож и его окружение не сильно хорошо восприняли. В результате поводили его там по разным объектам. Он заразился какой-то болячкой и умер. Вот такое, может быть, неприятное событие, которым виновата Венеция. Ну, что ж, Алигьери был сам виноват в этом, Данте. По крайней мере, он уже успел сделать к тому времени. Как умер то, что его и прославило в результате. Вот такие вот интересные расклады тоже вышли. Что еще про это время стоит вспомнить, про эти 50 лет? Сейчас, напоминаю, у нас на карте 1331 год. И, исходя из этого, то есть мы сейчас вышли, то есть первый 1350 где-то вот год туда вышли. По истории, которую мы обсуждаем. Догнали фактически историческую эпоху, как я и обещал. И я думаю, это хорошо. Ну, и в результате успеем обсудить. Многие еще вещи. Хотя не думаю, что прохождение так надолго затянется. Рано или поздно мы, безусловно, свернемся. Так. Так, 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 так. По поводу Венеции. То есть Венеция, по сути, примирилась. Получила материковые свои вознаграждения за долгие умные труды. Союзы. И начало цвести и пахнуть. Да, начало процветать. Несмотря снова же на наводнение. Очень суровое, тяжелое наводнение 1340 года. Начало процветать. Что показывает, что она начала безмерно процветать. Об этом нам свидетельствует один очень интересный факт.